Встречи жителей с главой региона всегда эмоциональны. Кто-то, переживая, рассказывает о проблемах, другие приходят с предложениями. Так в московском районе первый запрос – вернуть любимым улицам былой лоск. Может быть, вы найдете возможность взять и вот эту комфортность благоустроить, вот опять комплексно, вот чтобы Чадаева и вот этот вот сзади, вот бульвар авиастроителей. У нас два фонтана, они не работают, к сожалению. Сейчас в московском районе приводят в порядок сквер имени Грабина. Как подчеркивает Глеб Никитин, благоустройство в приоритете. И общественные пространства будут меняться. На каждой встрече звучат вопросы из разряда обязательных. Один из таких задает педагог с 60-летним стажем Тамара Тимошенко. Все школы в основном нашего района – довоенные постройки. Есть ли стратегии развития капитального ремонта, строительства новых школ, оснащения материально-технических этих школ? У нас разработана программа капитального ремонта школы, и у нас разработана программа строительства школы. Эту программу, и другую программу необходимо актуализировать с учетом срочности. В шести школах московского района возможно провести капремонт в ближайшее время. А как быть со спортивными площадками, интересуются атлеты, профессионалы и любители. Я живу на краю спортивной, и 1 сентября была открыта площадка «Воркаут». Когда мы увидим это в каждом дворе. 80 площадок уже построили. Проект «Живи спортом» продолжается. Темп сбавлять не будут. Волнуют жители московского района и закрытие малой чаши бассейна в «Фоке юность». Большой бассейн, двое больше получил нагрузки. Ежедневно занимаются в спортивной секции в бассейне 500 детей. Просьба найти средства на финансирование ремонта малого бассейна. Решение нашлось прямо на встрече. За ответом Глеб Никитин обратился к администрации района. В курсе этой ситуации? Я в курсе. В чем проблема? Ну, надо, чтобы выделили деньги. Мы заявку сформировали, проект дали. Но «Фок» подчиняется департаменту спорта, то есть не администрации района. Я понимаю, прекрасно в город материалы все передали. То есть, я имею в виду, департамент спорта. Ну, там от директора «Фок» спрашивают, потому что он мне не подчиняется. Вот от нас нет ничего. Разговоры о том, что это не моя хата с краю, ничего не знаю. Нет, я... Не пойдет, вы своих жителей защищаете. Давайте вон к руководству города обращайтесь. Все хорошо. Пишите, звоните в департамент, вы имеете все возможности для этого. По каждому вопросу даны поручения, и они должны быть исполнены так, чтобы жители остались довольны.